всем привет вот даже что вам сказать замахнулись на гуляш бог рач гуляш для этого нам требуется первое сало копченое сало вот это сало простой свиньи домашний так сказать одомашенный очеловеченный а это подкопченное сало дикого кабана вот надо немножко чтобы подкопченное было все-таки это уличная такая тема значит лук по очереди буду раскладывать ингредиенты лук значит паприка значит где у нас тут мин тминный кориандр дробленый перец чуть-чуть чили перец значит свинины где-то килограмм можно сделать и на говядине но я не хочу делать и нас не можно делать и на свиньи на говядине но я взял вот килограммчик такой вот нежирной свинины потому что в сале и и полно вот значит два болгарских перца один такой вот заостренный перец он не острый и не и не сладкий он такой средний значит три довольно большие две большие помидорки и одну такую среднюю чеснок петрушка сельдерей стебель можно вместо него взять корень сельдерея посмотрите значит две средние морковки картошечка ой пролил чуть-чуть ну ладно ничего страшного и для того чтобы сделать эти чепетки такие штучки из теста я взял как обычно чтобы здесь вообще не уйти на целый день приготовления я взял готовые итальянские штучки вот такие вот тоже так такой же состав у них как как венгерских чепеток примерно и буду закладывать их начинаем нарезать начинаем нарезать наше сало стало за перцем это не выкидывайте это все может пригодиться а вот и джази соблаговодил к нам прийти вам долгое время обижался на нас так сало и вот эти вот о смотрите смотрите снимайте вот так вот так вот сделаем нас салат дикого кабана под копченого магазине сейчас этого добра полно всякого разного мяса поэтому вот видите вот такая штучка все ставлю на огонь и потом буду нарезать лук я еще для того чтобы не прослезиться наберу в рот воды это помогает чтобы не шли слезы так сработала чуть-чуть одна капелька появилась который я до того поймал закладываем лук сало нарезаем свинину кубиками такими средними так вот так вот лучше пока вот так значит потом будем резать ее кубиками чтобы в ложку убиралась каждую каждую ложку кусочек убирался кубинская система наша любимая в вену прилетели и там у нас было несколько дней мы съездили на машине проехали стоит до будапешта там ехать недалеко и значит в будапеште можно погулять прямо ну три-четыре дня плотно можно заняться прямо вот в замок съездите везде там полу по реке по дунаю про прокатиться значит были на озере болотон это такое озеро интересная плоская такое на плоской местности и вода очень прямо бела-бела голубая там можно прямо на парковке оставить машину или на автобус там экскурсии есть прямо из будапешта не так далеко по дороге едем есть маленький городок и там отель ну вообще то есть на отшибе сельской местности и отель достаточно приличный отель там курорт приезжает со всей европы лечиться воды и смотрим там обед все прочее ну понятно стало что обед люди идут в обеденный перерыв и нам такую прямо вот миску принесли вот этого вот гуляша батон его не батона эти типа багетов сельский такой хлеб сидели просто плакали так вкусно было вот у меня есть образец вот по которому я буду это это дело воспроизводить как раз ну по такому же рецепту специально не взял говядину чтобы сделать вот помягче такой прямо мягкий кремовый очень вкус ну что вот как раз лук уже стал мягкий по обжарился про по протушился и я решил что сделать я решил немного вот от первоначальной дозы добавить паприки вот так вот раз и добавить ее побольше я попробовал что ну наверно маловато вот так вот где-то получается в районе трех столовых ложек вот так и мы сюда вот высыпаем вот так раз достаточно много вот смотрите перемешиваем там должна быть все-таки жидкость какая-то она сушит она сушит она прямо в раз впитывает и будто бы высыхает все я закладываю туда нашу свинину все мясо туда раз вот так бог о класс вот смотрите как только вот такая вот штука прогрелась все что нас вот в этом сковородке в большой первой сковородке прогрелось надо закрыть крышечкой убавить огонь и пусть стоит тихонечко тихонечко там ну вот все это дело живет бурлит обжариваются тушится в общем как то так ну не чтобы не подгорело естественно потому что нужно чтобы вот эти вот кусочки мяса не все впитали в себя паприку лук сало чтобы все это дело стало таким однородным можете долить туда воды немного чтобы чтобы какая-то влага внутри было вот такая немного воды и небольшой огонь закрываем и убавляем огонь так я кастрюлю с небольшим количеством воды вот столько буквально воды беру и ставлю на огонь сразу же вот такие вот большие куски картошечки они должны быть вот такие вот смотрите смотрите большие картошка должна быть большая если например в рассольник я нарезаю картошку мелко кубиком то здесь я нарезаю картошку крупно это очень важно вы увидите потом она должна доминировать как бы над над всем должны быть кусочки картошки больше мяса больше мяса обязательно потому что мясо должно протушиться и должно впитать в себя прямо до конца впитать и паприку и лук и вот это сало копченое то есть оно должно само как будто бы под копченым стать а картошка должна быть цельной ну видимые куски это вот очень важно и немного здесь но она должна поэтому и да она должна прямо быть видна чуть-чуть посолю воду и поставлю на огонь сейчас мы это будем все нарезать нарезать сюда в отдельную сковородку так петруха в сторону сельдерей начнем с моркови и все вторая сковородочка кусками не мелко кусками такими побольше такими кусочками посмотрите немножко масла сюда для объединения значит морковь помидоры смотри складываем сюда здесь прямо поженим все чтобы не таскаться лишний раз смотри потом сделаем сразу же перец кубиками как мы это любим делать так вот так вот красота пойду поставлю все-таки на сковородку на плиту чтобы уже тут все расходилось и буду дорезать до конца эти продукты оставшиеся сейчас буду продолжать нарезать продукты значит вот этот заостренный чуть-чуть такой типа болгарского но острый вытянутый перец он чуть-чуть остроту дает значит сельдерей и петрушку значит сельдерей я буду резать довольно мелко крупные крупные он такой прямо как каша а вот если его мелко порезать мелко порезать то он правильную форму дает так вот эти вот нижние части я делю на 2 чтобы такие пеньки не было пеньков больших некоторые могут даже на 3 на 4 поделить часть сейчас мы это все порежем все закладываем в сковородку там уже все кипит погнали смотрите ответственный момент дорогие друзья та сковородка вторая которой мы тушим морковь перец помидоры значит мы делаем окончательную закладку тут уже все протушилось перец вот этот раз заложили сельдерей раз заложили отлично и петрушка вот посмотрите какая красота вот видите тоже закладка произошла там уже все обмякла почему я двумя частями и закладывал чтобы это все побыстрее раз сразу же в разогретое сразу же прямо вот вошло на большом огне потому что делается это как бы в казане немедленно надо делать нужно делать быстро подразумевается что огонь кипит времени у нас нету а то все коровы разбегутся ослики сюда мы сейчас закладываем смотрите какую штучку закладываем тимийный кориандр сюда вот запах просто сейчас пойдет дробленый черный перец чили по вкусу смотрите аккуратней чили вот так вот мы мы немного закладываем чтобы обозначить и чеснок и чеснок так вот раз дружно бегом все туда пошли это все перемешиваем ребята уже запах пошел сразу же как только вот сок попало все все сразу же пошел запах и теперь смотрите надо обязательно посолите вот на этом этапе иначе мы потом ничего не выправим раз посолили здесь и закрываем 1 и вот тут тоже посолить на 1 и посолили значит сейчас еще раз перемешиваем вот здесь здесь соль чтобы переженилась и будем начинать закладывать сковородку с мясом уже в кастрюлю как раз сейчас у нас закипает где-то 5-7 минут 10 может быть максимум это все там кипит картошка с содержимым первой сковородки с мясом которая кипит и потом мы уже готовимся запускать туда овощи которые значит чили кориандр тмин чеснок посмотрите вот как раз прошло время нужно все тут обмякла все тут соединилась потрясающий запах этми на кориандром со всеми делами вообще посмотрите какая красота посмотрите ну что выключаю я сковородочку и начинаем вот сюда вот перекладывать смотрите вот смотрите все значит что дело сейчас все закипело сейчас уже кипяченую воду доводим до нужного уровня и закладываем туда чипетки итак финальная часть закладываем вот эти вот макарошки под названием чипетки на самом деле просто макарошки макаронные изделия такие интересные итальянские вот я возьму сейчас закидаю можно где-нибудь ракушки закинуть можно какие-нибудь другие макарошки из тонкого теста они дойдут на самом минимальном огне и пусть стоит томится мы никуда не спешим и начинаем приступаем варить следующий суп итальянский суп из чечевицы поэтому в следующий выпуск у нас будет итальянский суп из чечевицы вот такой обалденный на говядине с чечевицей естественно ну в общем посмотрите следующие выпуски вам будет интересно воспроизведете у себя на кухне суп гуляш бограч гуляш готов встречайте пожалуйста дорогие друзья он должен быть густой он должен быть густой почему его иногда и путают с со вторым блюдом потому что суп гуляш должен быть густой смотрите посмотрите какая красота специально взял такой чуть-чуть отколотую тарелку сельскую такой чтобы было понятно что это сельский суп настоящий деревенский ну что давайте пробовать все все ребята я в венгрии я реально в венгрии слышите идеально получилось давайте разбирать значит удачное сочетание во первых густоты но вкусов и вот этого баланса между перцем паприкой остротой картошкой мясом именно вот свининой вы понимаете свининой ну в общем что я скажу готовьте по этому рецепту получилось идеально подписывайтесь на канал ставьте колокольчик лайки пожалуйста пришлите рецепт который вы хотите чтобы я воспроизвел который вас на вас произвел наибольшее впечатление переходите пожалуйста по ссылкам в описании там есть ссылка нашего генерального партнера мой инстаграм мой фейсбук и другие очень интересные наши выпуски там где я был в гостях у и лиза зерсона у сержа маркевича у других поваров поэтому жду вас у нас на канале спасибо за внимание до свидания и 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